Казахстанских водителей ждет лишение прав за пересечение одиночной сплошной линии на двухполосной дороге. Зато можно будет проезжать на желтый сигнал светофора, но с одним условием. Кроме того, на проезжей части появятся дополнительные знаки, а на некоторых светофорах плюсы. МВД опубликовала приказ о новых правилах дорожного движения. Вот только эксперты считают, что автомобилисты к изменениям не готовы. Почему? Выяснял корреспондент КТК Денис Брагин. Совсем скоро автовладельцы увидят изменения. Одним из главных станет запрет на пересечение одиночной сплошной на дорогах, где всего две полосы и установлен знак «Обгон запрещен». В этом случае за выезд на встречку будут лишать прав на полгода. Зато разворачиваться на перекрестках разрешат как по большому радиусу, так и по малому. И это еще не все. Автомобилисты смогут проезжать на желтый сигнал светофора, если перед переключением зеленый не мигал. Новшества коснутся и водителей автобусов. Снижение скорости автобусов в населенном пункте теперь будет до 50 км в час. Если ранее опознавательный знак на транспортное средство, лицо с инвалидностью, могли разместить только лица, имеющие инвалидность первой и второй группы, теперь таким знаком могут пользоваться и лица третьей группы инвалидности с нарушением опорно-двигательного аппарата. Еще появится новый сигнал светофора – зеленый плюс, который сообщает о том, что для машин встречного движения горит запрещающий цвет. Раньше эти плюсы были красными. Тратить деньги на замену систем не придется. Их достаточно перепрограммировать, говорят специалисты. А вот водителям потребуется время, чтобы привыкнуть к обновлениям. Поэтому эксперты призывают полицейских строго не наказывать за нарушение новых правил хотя бы поначалу. Любое нововведение, оно должно быть, скажем так, понято и принято водителями. Потому что все они учились по старым правилам. Поэтому здесь, в административной системе полиции, необходимо проявить чуткость. Это своеобразный экзамен на такую гражданственность. То есть, как минимум, первое время, может быть, даже год, сотрудники дорожной полиции, я думаю, не должны штрафовать или фиксировать подобного рода нарушения. А вот с самокатами нарушения фиксируют все чаще. Прошлым летом их водителям разрешили ездить по велодорожкам без ограничений. А по тротуарам – не быстрее 6 км в час. Через пешеходные переходы и перекрестки самокатчики должны идти пешком. А по проезжей части можно двигаться только в правом ряду или по автобусной полосе. Есть и другие условия. Но большинство правила не соблюдает. С начала текущего года на территории города Алматы зарегистрировано 22 дорожных транспортных происшествий с участием самокат, в котором пострадало 24 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост даже транспортных происшествий. Свободно от вызывов времени патрульная полиция выявляет нарушение правил дорожного движения, также совершаемых водителями самокатов. Не лучшая ситуация с двухколесным транспортом на бензине. За прошлый год в стране зарегистрировали 750 ДТП с участием мопедистов. Это в 4 раза больше, чем в 2022. Уже есть законопроект, согласно которому водителям мопедов должны выдавать госномера и штрафовать как автомобилистов. Две недели назад поправки одобрили в первом чтении, но в силу закон еще не вступил. А вот обновленные правила дорожного движения вступят в силу уже через неделю, в следующий понедельник. Помимо прочего, документ предусматривает новые опознавательные знаки. Электромобиль и автомобиль на газе. Денис Брагин, Сергей Ковтун, Дидар Елеу, КТК Алматы.